Ребята, лечь начали. Так, Тимур у нас красными играет, Наташа с синими, на втором корте Гоша красными, Андрей с синими, потому что плохо видно, я дублирую голосом цвет мячей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Отлично, очень хорошо выгапливалось. Тимур с Наташей регулярно встречаются на корте, конечно же, момент с волнением никто не отменял, потому что ребята проходят дальше, теперь важно понять, кто из них. Не стал разбивать, по всей видимости, будет закрываться. Субтитры создавал DimaTorzok отлично. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok отлично. Субтитры создавал DimaTorzok отлично. Субтитры создавал DimaTorzok отлично. Субтитры создавал DimaTorzok отлично. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наташа по итогу первого энда выиграла 4-0, а здесь первое эндое играет Кузовлев и Фанил. Я буду вам подсказывать, что тут было. Давайте расскажите, кто вы, что вы, зачем пришли сюда. Итак, добрый день. За опоздание извиняюсь. Смотрим сейчас игру. Играет Алиев Тимур и сать его Наталья. Да, как Ирина сказала, по первому энду, по окончанию. Синие ведут со счетом 4 мяча. Вот, не очень хорошая была постановка первого мяча к Джеку у Наташи. Тимур воспользовался этой ошибкой и поставил хороший первый мяч прямо к Джеку, перекрыв прямую. Оба спортсмена из Москвы занимаются у одного тренера, у Емлины Зинаемина. Отличный. Отличный бросок Наташи. Верхним броском, тыковкой, утащила джекбол назад, открыв зону. Но ее мяч при этом стал ближе. То есть у Тимура появилась еще возможность заблокировать Джеку. В первом порции Гузовлю взял три очка. Ну, к Тимуру. Опять же, использует шанс. Ставит мяч. Ну, здесь уже у Наташи дистанция увеличилась и перед ней стоят два мяча гарды. Наташа будет еще раз пробовать утаскивать Джеку. Почти чуть-чуть не хватило высоты, чтобы зацепить Джеку. Синий мяч попал в красный лобовой. Но, посмотрите, Джек немного отошел. Есть возможность поставить сбоку мяч. Наташа молодец, на каждый бросок настраивается, сосредоточивается. По Тимуру видно волнение, хорошая конкуренция. Как до этого говорили, оба спортсмена занимаются у одного тренера. То есть видно, что уровень ребят высокий. И конкуренция. То есть здесь игра уже на волнение. Кто преодолеет. Ну и техника. Еще будут комментарии, которые будут наочередны. Напряженная нормальная. Нет, очень напряженная. Почти. Да. Синий мяч ближе. Тимур бросает. У Тимура есть небольшое преимущество. Если не изменяет мне память, он бросает как левой, так и правой рукой. Чуть-чуть не точный бросок. Да. То есть любое касание мяча и по новое измерение. Да. Синий ближе. Красные продолжают игру. Тимура. Можно мы чуть-чуть повернем камеру, чтобы у нас параллели. Тимура хорошо разбил. Да. Да. Молодец. Отлично пробила свой мяч. Сейчас все наблюже. Угу. Угу. Чуть-чуть промахнулся. Ну, здесь теперь очевидно, что один синий. И ребята уходят на третье со счетом пять синий, ноль красный. Ну, Тимур, да, играет свою точку неизменную. Нехорошо и неплохо скажу так мяч поставлю. Угу. 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 тогда появится опора между двух мячей и сможет туда втискиваться то есть наташа в этой ситуации лучше всего играть на красный мяч до что она и делает немножко неудачно получилось я все-таки думаю что она хотела оставить свой мяч сделать замещение джек у нас остается до сих пор открыт мячи игроков расположены по бокам правильно тимур нужно пользоваться шансом и все-таки закрывать джек так что нам покажут наташа наташа давай короночку можно будем называть этот так решила пойти между мячей смещается в конец бокса видимо свой мяч мешает раскрыли можно теперь дальше работать на джек смотрит каждый все игры оля на фонштейна с нами по счету по итогам первого энда на втором корте на втором корте у нас 6-0 кузовлю повел или 5-0 так что у нас наташа выбросила все свои мячи у тимура еще 4 мяча в корзине отличный бросок убрал сразу два синих мяча при этом зона раскрылась наверно два полтора два мяча здесь можно сейчас тимуру очень хорошо набрать и догнать в счете да то есть вот он уже третий мяч давай тимур сокращай разрыв четвертый все правильно спросить счет по возможности замерить да себе показали 4 красных тихонечко аккуратно плавно ах перестраховался он хотел залезть между этими двумя красными где есть окошко я думаю что он набросать столько мячей да это как получается вот два энда пошуешь пошуешь срабатываешь там потом раз энд и все вот это прям как в казино да рулетка были деньги и нет денег там более случайно профессионализм конечно были везены да но все штуки мишечная память так смена должна по умолчанию проводиться третий энд сказался на Наташе видно что нервничает вот и здесь конечно обидно отдать сразу столько мячей и вот она ошибка при первом постановочном мяче Тимур спокойно отыгрывает ставит ну вот тогда все в твоих руках отлично бросок все наташа это короночка поднимается вот опять похожая ситуация для второго энда где Наташа использовала верхнюю разбивку тыковка отыграла джек передав ход хорошо использовал свой мяч подбил ну для Наташи не очень хорошая ситуация сейчас прямо Наташа надо что-то делать да раскрыли молодец причем еще неплохо перевалился синий мячик за джек встав почти на голову так на соседнем корте у нас два синих мяча да там уже счет 8-0 да 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 и атлет из Санкт-Петербурга ведет со счетом 8-0 так возвращаемся к Тимуру и Наталье последний мяч прямая джек виден открыто но это нервозность и джек и еще 4 мяча да поспешный выброс да 6 6 мячей то есть такой ситуации используя на руках имея три мяча нужно первым же мячом сокращать зону блокировать ставить тимур чуть-чуть но опять поставил себе прям под джек да я думаю что здесь отлично молодец все два красных да Тимур подбадривает себя молодец ну хороший бросок здорово сделал вот о чем я говорил да тимур играет и левой и правой рукой сейчас бросок левый хочет поставить слева между синим и джеком да на самом деле это не рискованно сейчас ну может быть почему мы здесь можем поздравить тимура с отличной игрой собрался и за два энда в победу то есть проигрывая пять ноль в четыре в первом во втором один да то есть не сломался собрался настроился и продолжил играть до конца до конца до конца бороться до конца что это опыт до конца до конца до конца